Здравствуйте! С вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите Самарские новости спорта. Ассистентами будут Рашид Абусуев и Сергей Архипов, резервный судья Игорь Панин, инспектор Тарас Безубяк. Встреча команд состоится в понедельник, 8 мая в Екатеринбурге в 16 часов 30 минут. Ранее Евгений Турбин судил пять матчей чемпионата России с участием крыльев советов. Три из них самарцы выиграли, в одном проиграли и один раз сыграли в ничью. А также в каждом из этих матчей волжане обязательно забивали хоть один гол. В поединке с хозяевами финала восьми единой молодежной лиги «Локомотивом Кубань-2» Самара-2 завоевала бронзовые медали. Волжане смогли сдержать напор хозяев на первых минутах. Не дав сопернику оторваться в счете, Самара-2 в концовке стартовой четверти нанесла свой удар. 25-19 в пользу гостей. Краснодарцам потребовалось совсем немного времени, чтобы отыграться. И вплоть до середины второй десяти минутки на площадке на табло было равенство. Но самарцы вновь убежали вперед. 42-35 к большому перерыву. В течение третьей четверти волжане лидировали даже на 14 очков, но удержать преимущество не смогли. За минуту до завершения основного времени матча напряжение в игре достигло пика. Лидер краснодарцев Сергей Балашов свел отставание своей команды к минимуму 71-72. На счастье Самары нервы не подвели ни Дмитрия Халдеева, ни Филиппа Стойко, реализовавших по два штрафных и подаривших пять очков перевеса. Они и оказались решающими. 78-74, Самара-2 увозит из Краснодара бронзу единой молодежной лиги. В ответном матче полуфинала плывов чемпионата России среди команд Суперлиги в Тольятти Лада вновь обыграла Звенигородскую звезду 32-27 и вышла в финал. В первом матче противостояния автозаводчанки были сильнее 38-28. Обе встречи проходили по одному сценарию. В первом тайме была равная, боевая и упорная игра. А вторую половину звезда проваливала. Девушки из Венигорода старались переломить ход игры, но ни в одной встрече догнать Ладу не удалось. Сражаться за золото в серии до двух побед волжанке будут с гонболистками из Ростова. Первый матч финала состоится в Тольятти 18 мая. Это все новости к этому часу. Больших побед вам. Удачи!